В мебельном производстве традиционно наиболее узкое место и сложная технология это технология финишной отделки и покраски в частности. Малые предприятия, средние, большие, серийные фабрики, выпускающие мебель, все сталкиваются с тем, что в покраске есть ряд факторов, которые влияют на конечный исход и качество продукции. Как то большая зависимость от человеческого фактора, от мастерства, мылеров, производительность, время, выкраска изделий, все это влияет в конечном итоге на себестоимость изделия и мешает фабрикам выпускать продукцию качественную по хорошей цене, по себестоимости и в нужных объемах вовремя. И некоторые эти проблемы, если не все, поможет решить линия вальцовой покраски. Именно в области покраски плоских изделий красками как УЭФ, так и традиционными лакокрасочными материалами. Давайте по порядку. Разберем покраску традиционным методом вот такой вот шпанированной детали. Это МДФ шпун ясеня. Если мы красим традиционными методами, ручным распылением, берем шлифуем МДФ, потом мы наносим водоразбавимые морилки вручную, и растираем их, они сохнут. Далее мы наносим шпаклевку или порозаполняющую грунт, также производим шлифовку. Если наносили шпаклевку, далее наносим грунт один либо два слоя, также это все вручную шлифуем и сушим. Соответственно, перед этим, после каждого нанесения, мы это все на стеллажах сушим. Это сохнет минимум полчаса, максимум 2-3 часа, в зависимости от слоя, отлечены, свойств краски. И наносим дальше финишный лак после шлифовки, и также отправляем на стеллажи сушить. Получаем достойный результат, но мы потратили очень много времени на то, чтобы сделать такую систему отделки. Мы затратили много человеческого труда. Также очень много зависит в качестве от мастерства, маляров и шлифовщиков, а добиться однородности при такой отделке крайне сложно. Что делает наше качество зависимым от многих этих факторов? Мы делаем долго, мы не можем сделать большие объемы по такой отделке, и мы, конечно же, зависим от людей. Противовес этому, эта технология может быть повторена на вальцовой линии Пуреты, которая здесь представлена. И это все делается гораздо проще, быстрее, с применением технологии УЭФ лакокрасочных материалов. Фактически такая отделка может занять не день, либо два, а считанные минуты. Линия состоит из нескольких модулей. Вначале у нас идет загрузочный конвейер, далее вальцовый станок для нанесения ЛКМ. Станок состоит из двух групп. Первая группа – это наносящий обрезиненный вал и прикатный стальной ролик. Если мы используем нанесение шпаклевок или порозаполняющих грунтов, то очень важно после того, как мы нанесли грунт, его втереть в поры. Это как раз осуществляет у нас наш второй вал, который металлический, жесткий, и он вращается в обратную сторону заготовки и втирает равномерно шпаклевку в поры. Далее этот узел, если мы используем один станок, может быть не задействован. Например, здесь может быть прозрачный лак, либо грунт, а здесь шпаклевка. И мы вначале нанесли шпаклевку первым узлом. На выходе из вальцового станка мы получили первый слой порозаполняющей шпаклевки. Он уже нанесен, далее ее следует высушить. Для этого, минуя инфракрасный сушильный туннель тепловой, о нем речь пойдет чуть позже, заготовка сразу поступает в УЭС сушильный туннель. Это туннель, который использует три лампы высокой плотности, одну ртутную, две галевые. Туннель универсальный, рассчитан под различные системы отделки. В данном случае у нас будет задействована ртутная лампа, и мгновенно заготовка на выходе у нас становится сухой, и мы можем ее шлифовать и наносить дальнейшие слои. Далее после шлифовки шпаклевки ту же операцию мы производим, уже заменив порозаполняющую шпаклевку на УЭФ-грунт. Также его шлифуем. И последний этап – это наносим прозрачный лак, сушим его в УЭФ-туннеле. И на выходе, и это как раз заготовка была покрашена именно вальцовым методом, получаем вот такой достойный результат. При этом по громажу мы нанесли грунт, два слоя, прозрачный лак, порозаполняющий грунт и обычный грунт, и плюс лак. Примерно вся суммарно масса нанесенного материала составила не более 55 грамм на метр квадратный. Это в разы меньше, чем при нанесении традиционным методом, это вручную, либо просто спрейное нанесение. Также мы добились стабильного качества, потому что краска наносится вальцами равномерно по всей ширине детали и полностью исключили влияние человеческого фактора. Ну и опять же, существенно выиграли по времени. Даже один такой модуль, а их опять же в линии, если нам нужна большая производительность, они могут повторяться, и линия может выстраиваться довольно длинная, и мы можем наносить все системы за один проход детали. Но даже в таком модуле мы можем красить до 1000 квадратных метров вот таких вот изделий в смену. Это 8 часов рабочего времени. Мы разобрали и сравнили две технологии. Нанесение традиционной вручную системы отделки и нанесение вальцовым методом в автоматическом режиме. Давайте теперь поподробнее пройдемся именно по конструктиву линии. А здесь нам есть о чем рассказать. Линия очень интересная по своей комплектации. Система нанесения состоит из двух групп. Первая группа – это обрезиненный вал. Опять же, валы под разные задачи подбираются различной жесткости. Может быть установлен мягкий силиконовый вал, средней жесткости вал и вал с лазерной насечкой, если нам нужен большой громаж нанесения. К примеру, мы хотим добиться хорошего качества высокого глянца и не используем дорогостоящие технологии типа лаконалива и других вариантов. Дальше мы имеем растирочный вал. То есть при необходимости, если мы наносим порозаполняющие грунты и шпаклевки, этот вал втирает их в пору детали и равномерно заполняет всю поверхность с открытыми порами, если это, например, массив дерева, крупнососудистая древесина или шпанированные заготовки. И также у нас на станке установлен второй вал. Он может быть использован для нанесения того же самого слоя ЛКМа, например, мокрый по-мокрому, если нам нужен большой громаж. Мы можем нанести первым валом 25 грамм на метр и вторым валом 25 грамм на метр суммарно даст 50 грамм на метр одного слоя краски, нанесенного за один проход мокрый по-мокрому. Далее у нас стоит инфракрасный туннель. Он трехметровый, используется для сушки водоразбавимых материалов. Трех метров вполне достаточно. Туннель снабженый прокрасными лампами. И вентилятор создает ламинарный поток. Он идет навстречу заготовке и равномерно ее подсушивает. Также туннель служит для растекания больших слоев нанесенных прозрачных лаков, допустим, если это речь опять же о том же глянце, и позволяет нам достичь равномерного растекания лака на поверхности детали. Но в этом случае таких секций должно быть, конечно, больше. Это частный случай. То есть линия в данной комплектации универсальная. Она может работать и с УЭФ-органикой материалами, на органической основе УЭФ-отверждаемыми, и с водоразбоевыми материалами. Далее имеем промежуточный конвейер и СУЭФ-сушильный туннель. Все управляется с компьютера. Здесь находятся три лампы. Опять же, одна первая лампа ртутная высокой плотности и две галевые. Ртутная сушит прозрачные слои, галевые служат для сушки уже пигментных слоев. И на выходе также имеем конвейер. И здесь уже у нас полностью покрашенная одним слоем и высушенная заготовка. Мы ее можем нести на шлифовку, если того требуют. То есть, традиционно мебельные материалы, применяемые в мебели, это МДФ, шпанированные материалы, массив древесины, требуют промежуточной шлифовки. Либо мы можем уже дальше наносить следующие слои, если это, например, строительно-отделочные материалы, такие как гипсокартон, ГВЛ, СМЛ и так далее. То есть, линия универсальная, она может работать также и по стеклу, по металлу, по керамике. И применений в покраске по плоским поверхностям у нее очень большое множество. Возможности вальцового нанесения на линии Пурета практически безграничны. Помимо прозрачной системы отделки, которую уже рассказал ранее, мы можем также наносить пигментные системы на шпанированные заготовки, на голые МДФ. Можем также красить любым цветом и с любой степенью глянцевости. Можем добиваться высокого глянца при использовании в составе линии модуля лака налива и соответствующей сушки для растекания на базе инфракрасных туннелей. Также эту технологию можно исполнить без применения лака налива на машине Инерт Коутинг. Это машина с текстурированием поверхности спэд-пленок. Скоро, я думаю, она также будет представлена в России. Из такой же технологии Инерт Коутинг мы можем добиваться глубокого мата или эффекта софт-тач на заготовках. Если, например, на входе мы берем просто МДФ или ДСП, облицованный финиш бумагой, то на выходе мы получаем глубокоматовый софт-тач эффект. Таким образом, используя технологию автоматической вальцовой покраски на базе линии Пурета, вы сможете решить сразу несколько вопросов. Во-первых, производительность при таком методе в разы отличается и может достигать от 1000 и до 4000 метров квадратных в смену. Потому что все слои могут быть нанесены за один проход и мгновенно высушены. Далее, отсутствие человеческого фактора. Здесь у вас работают машины, человек не участвует ни в процессе покраски, ни в процессе шлифовки. Это гарантирует стабильно высокое качество продукции. Ну и также вы экономите на использовании самих красок. Наносится гораздо тоньше слой, 100% коэффициент переноса краски с вальца на деталь. И также у вас 100% сухоостаток в самой краске. Ну и мгновенная сушка. Это опять же трудозатраты, энергозатраты. Все это влияет на себестоимость. И это обеспечивает стабильность и качество продукции, и опять же конкурентоспособность ее на рынке. И позволяет выйти производителям покрашенных мебельных деталей на новый уровень в условиях современных требований рынка.